Здравствуйте, с вами Данил Ильич Абвенский. Сегодня мы будем делать обзор на доску Nord Scooters Transit. Не про модель, но это не про модель Le Gauch, хотя она выглядит то же самое, но только вы за эту доску будете платить меньше, где-то на полторы тысячи рублей. Итак, начнем с самого начала. Эта доска делается в Америке из 7000-го алюминия, хотя другие доски делаются из 6000-го. Честно, я не знаю, как это сказано на катании, но может сказаться на прочности и легкости, кстати. Здесь интегрированная рулевая, ну как этого и стоит, естественно, ждать в наше время. Так, сам стакан, он очень толстый, так что вы можете не беспокоиться за его прочность, он у вас точно не сломается, это я вам гарантирую. Идем далее. Угол стакана 83 градуса. Швы, они сделаны очень хорошо, вот очень толстые и жирные такие, что, я думаю, повлияет на ее прочность, хотя я еще смотрел всякие видосы там, и уже где-то в мире два снапа, и все снапы именно вот здесь вот. То есть, вы за дропаута можете уже не беспокоиться. Теперь все дело вот здесь. Идем далее. Блант плейт. По сути, я делал на этой доске блант, так что я не думаю, что у вас могут возникнуть с этим проблемы, хотя в радиусе, может быть, но вы не сможете сделать, но по крайней мере, делается замечательно. То же самое, как и крюкет. Доска у нас 23 дюйма, то есть 58,5 сантиметров. Ширина у нас 5,3 дюйма, что очень, на самом деле, отлично, потому что доску я чувствую лучше, чем 5 дюймов. Но это может сказаться еще из-за того, что у этой доски нет конкеева. Я всем катался на досках с конкеевом, где я попробовал без. На самом деле, ощущения очень даже разные. Кто не знает, что такое конкеев, это углубление в доске, чтобы у вас был лучший зацеп ногой во время випа, хила и так далее. С доской идет тормоз, вот такой. Вы можете его поставить под 125 колеса, под 110 и под 100 даже. Но это придется вообще ставить на один болт, получается. Как раз тут идет три дырки. Вот здесь, естественно, две. Эта доска совместима с футфендерами Chedi. Футфендер от TSI. Я сам себе его как раз приобрел, потому что я помню, что с той стороны, мы знаем, кататься вообще неудобно. В особенности делать бэк-вэсмену. Падла. Ну ладно. Идем дальше. Дропауты. За счет этой доски, вернее, именно из-за ее ширины, вы можете не пользоваться вот этими наперстками, вы можете выбрестить их нахер. Теперь тут идут вставки. Но я вас хочу, я с вами хочу поделиться. Может, вы смотрели обзор у The Vault Pro Scooters. Там сказали, что идут косые вставки, их можно флиповать. То есть, если у вас все равно одна сторона, вы можете поменять. Но я тут заметил одну очень важную штуку, что с одной стороны здесь идет косой срез, а здесь круглый. Я думаю, что это сделано для того, чтобы, если вы хотите делать сплошные эти 5-го, то ставите круглую, тем самым вам будет легче делать. Ну, хотя и на скошность срезов тоже нормально, но я еще буду это, на самом деле, упробовать. Весит 1 килограмм и 820 грамм. На самом деле, это, ну, тяжеловато, но где-то за неделю катания на ней вы сможете спокойно к ней привыкнуть. Что можно еще сказать об этой доске? Вы сюда можете не ставить пеги за счет ее ширины. Ее ширина настолько большая, что пеги, в принципе, вообще не нужны. Вы можете спокойно делать на ней смит, и вы будете себя чувствовать так же уверенно, как и на пегах. Ну, в принципе, я сказал вам, наверное, все об этой доске, так что спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!